Верендикта Ирофеева В 70-м году в Агалу состоялся первый свет высотцев Советского Союза. Уже тогда была большая репатриация. Собрался человек 200, симпатичный, носатенький, очень милые все, познакомились. Там я попутался с Мишей Левнин, который стал моим другом на всю жизнь. И там же было принято решение издавать журнал. От имени мифической такой, как оказалось мифической, Ассоциация Выходцева Советского Союза. Она была там создана. И меня с Мишей Левиным избрали редактором этого журнала. Меня как редактор, его как комиссар, или наоборот, уже не знаю, как там было. Ну и, в общем-то, мы издали только три номера. Причем сознательно каждый номер выглядел совершенно иначе. Первый номер был самиздатский. Он был напечатан на машинке. Второй номер выглядел иначе. Такой был широкоформатный. Вот, а этот третий номер, я вот оказался последний. Потому что, ну, во-первых, и второй номер был ничего, потому что и первый. Там были интересные самиздатские стихи, разные очерки, там всякое такое. Тогда материалов было новако, больше, чем теперь. Сегодня же все известно. А тогда все было ново. Вот, кстати, впервые во втором номере мы дали подборку бардов. Высоцкого, Гима, Галича. Они до этого нигде не печатали, всех не считали поэтами. Эх, песенки поют, подумаешь, велика бардов. Это потом они завоевали место под солнцем, а тогда... И вот Миша написал большую статью о бардах и с портретами. Вот, там была подборка, большая подборка самых лучших бардов. За исключением Абуджавы, потому что Абуджава уже печатался. Тогда мы его не взяли. Ну, а третий номер, это... Это феноменарный номер, потому что мы решили до третьего номера найти что-то необычное. Стали искать. И нам сказали, обратитесь к Борису Заковичу Сукерману. Это был такой замечательный человек, муж Шуры Сукерман. Который, некоторые знают, некоторые работали с ним вместе на радио. И Борис Исакович был очень большим умницей, кроме всего прочего. Он был консультантом, первым консультантом по делам казников, диссидентов и так далее. Его вещи ходили тогда по всему Союзу самиздателям. Например, когда было вторжение в Чехословаке, в 68-м году, Борис Исакович написал совершенно замечательный об этом памплет, в котором он задался вопросом, в чем же можно обвинить Советский Союз. Стал разбирать все по пунктам. Мы пришли к Борису Исаковичу, объяснили ему, в чем дело. Борис Исакович был очень большой меломан. Он посидел, помолчал, очень задумчивый был человек. Потом встал и сказал, да, слушайте, ребята, я тут такой сделал, проигрывал, такую игру я придумал. Он дает такой потрясающий звук, вот послушайте, я вам поставил пластину. Действительно звук был божественный, не помню, что он там был. Вот мы сидим с Левиным, слушаем, чина-то, бакаратовство. А он такое время ушел в соседнюю комнату и вернулся, и протянул нам напечатанные на пленку, на пленку, переснятые страницы Москва Петушкель. Мы это сняли, мы еще не знали тогда, какое сокровище упало в наши руки, но пришли, начали читать, мы совершенно обалдели. Таким образом, Москва Петушкель впервые увидела свет вот в этом журнале. Вот потом, как рассказал Миша Гердович, вот Веня Ерофеев с гордостью говорил, меня я зналя в Израиле, с мою словом был ДМИ. Ну, вот такие дела.